всем приветулечки у нас все растаяло к чертовой матери все в очень печальном виде но я сейчас еду снова на дачу и очень надеюсь что мне удастся уехать на своей машине и на зимней резине поэтому сейчас я иду от дома до платформы до электрички и поеду на дачу там у меня план выйти на станции узнать шиномонтаже сколько стоит шиномонтаж и есть ли выездной потом добраться до дачи и попытаться выехать самой на машине на летней резине доехать до шиномонтажа если не получится то вызвать шиномонтажку чтоб они мне на месте поменяли колеса и поехать уже спокойно обратно домой а в районе у нас конечно все потекло ну наверняка это везде все то же самое в общем прям реки бурные кисейные берега дождь льет я на станции под крышей спряталась и есть у меня подозрение что не получится у меня выехать самостоятельно потому что на дорогах лед сельскую дорогу вряд ли чистят хорошо прям до асфальта но в любом случае я от станции пройду весь путь на ногах и посмотрю как раз эту дорогу посмотрю что там вообще какое какое положение дел я зашла на шиномонтаж на станции и они сказали что у них выездного нет потому что погода все плохо дождь вдруг простудится и все такое вот поэтому я попробую выехать сама или сейчас еще поищу серегу стоматолога может быть он меня подстрахует на своей огромной машине если что даташе до дмитровке потому что дмитровское шоссе она прям просто она мокрая вот и все там ни снега ничего нету а вот дорога конечно так себе тут конечно не так все радостно но снег такой кислый в общем мне кажется шансы есть и надо просто пробовать значит буду пробовать но тут конечно уже вообще ничего не убрано ну ладно будем надеяться удача будет со мной на вот это конечно лед прям лед тут если ехать то вот здесь сейчас покажу справа сбоку там посередине есть тонкая полосочка снега кислого и вот тут сбоку если ехать то по ней интересно интересная задачка у меня сегодня дошла я до дачи парковку тут как не чистили так и не почистили но все растаяло поэтому в общем есть у меня шансы я по крайней мере в это верю сейчас я еще посмотрю на свою машину как она тут так вот мой пж господин пж все с него совсем ставила так ну вот как то так ну будем надеяться сейчас все получится подкопать вот здесь надо я с собой взяла лопату и будем надеяться наверное лучше ехать развернуться задом и вот здесь выезжать потому что там где поворот там чуть-чуть в горочку ну ладно сейчас решим короче я подкопала чуть-чуть машину сзади там конечно прям лед-лед сейчас вот ее прогреваю и сейчас буду ехать надеюсь у меня все получится но если не получится то я уже созвонилась серегу их нету сейчас на даче еще вот но они будут потому что он сейчас едет с работы скалат через час-полтора будет и поможет мне если у меня у самой не получится так надеюсь хотя бы с парковочного места выйду ха и я походу даже с парковочного места не могу выехать фаак 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 фаакен шит дерьмо так что пойдущий попробую подкопать должно сработать все не без полезняк походу не я просто шлифую все короче мне ничего не получилось я тут поскакала даже вся уже лохматая вокруг машины с лопатой но вокруг лед начала звонить искать выездной шиномонтаж и если на сайте написано там 1700 рублей от то озвучивают они 6 и 7 тысяч и я нашла какой-то еще шиномонтаж тут недалеко на бетонке позвонил им говорит парень мне что выезд будет стоить две тысячи и сам шиномонтаж будет стоить 600 рублей в общем я его радостно позвала должен уже минут через 40 приехать примерно поменяет мне колеса и все тогда проблема будет решена я смогу нам нормально выехать но конечно цены озвучивают на мобильный шиномонтаж просто дочь как бы чудо ним на такси на вип-вип такси что ли ездить сюда в общем офигели ребята совсем приехал ко мне мастер мы сейчас сдвинули чуть-чуть машину с места он сейчас там еще хитро-мудро подкопает чтобы чтобы можно было чуть-чуть назад еще ее выкатить и будем пробовать не получается пока выехать ну же и и подкопали и вперед и назад и с разгон очки по плавненькому и по всякому пробуем пока не удается ее выкатить но уже гораздо лучше чем когда я делала это одна поэтому я надеюсь сейчас он еще там подготовит поверхность сзади сзади просто небольшой бугорок и пыжик мой не может туда взобраться поэтому в общем сейчас танцы с бубнами чтобы выкатить машину так чтобы он было поудобнее а и капец шлифует на после последнего подхода она прям засела прям вообще проворачиваются в воде передние колеса перед вот это вообще не двигается хо-хо-хо-хо тут такой этот водопад разбиты посадочные разбиты посадочные это говорит о том что скорее всего а диски нет этой машины узнаю спустя тучу лет использования это еще легкий да есть еще больше у меня два больших а это маленький а это маленький это малявка это малявка от ритона он что-то спищит собака с самого начала не знаю что он как может куда-нибудь в эдэшечки нужно капнуть а нет там же не так масло а а здесь нормально два колеса сразу кайф ой пыжик мой пыжик сейчас тебя переобуют вот а где нашли на гугле да на гугле а я думал гугл не работает а конечно работает работает он ну в телефоне по крайней мере у меня это же встроенный браузер да нет я имею ввиду не работает в том плане что как бы мало толку от него от яндекса в основном идут ну да это наверное самый популярный если с десктопа искать то точно яндекс а вот с телефона у меня через гугл вот ну в общем здесь такая же ситуация с этим колесом да тоже такие же разбитые вот такие же разбитые отверстия вот эти офигеть они уже не отверстия они уже дырки да видите они как бы такие чуть-чуть яйцом да вот особенно по этому видите видно то есть это я вам сто процентов говорю что это не от этой машины диски сто процентов охренеть вот что узнаю спустя больше десяти лет использования ну да ну да а вот это видно сразу свои проблемы тут прям даже когда затягиваешь ты прям сразу чувствуешь по ощущениям что вот ты затянул оно как бы подошло уже вот к тому месту вот этот конус притягивает когда вот эта конусная часть в диске угу он как бы сначала ты чувствуешь усилие небольшое и потом оно резко возрастает это усилие вот и все и она останавливается а там она долго крутится тяжело крутится крутится и не останавливается значит это что то не так понятно бывает бывает резьба вытянутая или просто плохая резьба а сами болтики нормальные да то есть там с резьбой все да кстати говоря вот эти болтики они достаточно слабенькие то есть если их ковер притянуть с большой силой они легко срываются но у вас с ними все хорошо хорошо вот значит прям вот я спокойно кручу все отлично и прям раз вот я затягиваю все вот оно становилось все прям четко так выехала я из парковочного места на трех зимних колесах сейчас еще поменяем заднее правое и будет все прекрасно у меня подмят немножко порожек около правого заднего задней двери поэтому есть некоторые заморочки с подсовыванием домкрата нет значит надо спереди поставить его а там не хочет прям да может быть это я конечно сзади бы подогнал вот тут такая слякоть может вперед мне проехать? чтоб у нее жопы надо снегом получилось да давайте вперед мне проехать так еще машину мою не поднимали а тут подо что вы подоткнули домкрат? под чашку пружины под чашку пружины вот чашку пружина то оставляется под нее под чашку пружина ага я такого еще не видела да? да ну ее либо в сервисе поднимают чтобы удобнее было поменять либо вот так ну если как бы борта сгнили то там больше некуда стоять да задний бортик подгнил ну почему кто-то стрелил? а серебристый этот? ну вот здесь вот да там была неприятная ситуация когда мне сдули нахрен колесо а даже сдули? причем мы увидели по камерам подъезда кто? вот но наша доблестная полиция решила с этим не разбираться потому что цена вопроса очень невелика а эти блин ниппель выдрали а ниппели нигде не продаются они на сайтах есть типа продаются но физически их нету я на шиномонтаже мне говорят ну вот тебе ниппель но крышки нет поэтому он такой одинокий у меня этих ниппелей и крышек а такой есть? может я к вам заеду? нет вот такого серебристого нету да? другого цвета какая разница какого цвета да нет нет они же разные под каждый диск под каждый диаметр там не ну вообще как бы во первых по диаметру подойдет в принципе любой если под ваш диаметр под 16 но по внешнему виду просто надо что были одинаковые да какая разница ну как какая разница а если вам какая разница вообще зачем они вам нужно выкинуть их нафиг тогда вообще не ну если это какое-то значение имеет практически а туда вообще не ну и пофиг что нету я просто все переживаю когда колпак этот одет вот этот стальной диск он быстрее рожевеет от этого потому что туда под него забивается грязь и она не высыхает там а тогда смысла нет у меня четвертый там уже дисбаланс хуже он дает дисбаланс этот колпак это чисто для красоты и все больше не для чего а вы имеете серебристую ввиду штучку я думала на ниппеле ну вот эту серебристую которая сверху на шлепка да 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 а вот это да вот этот я думала про ниппель на шине нет такой черный колпачок да чтобы туда грязь не попадала так а черный есть там собралась я до дома вообще все супер прошло мне поменяли колеса ребята с моей дачи Серега с Ириной помогли мне отвезти на тележках колеса на крышу отбазировать их на хранение вот я спокойно так выехала доехала все в порядке единственное что по дороге я уже поняла что у меня оказывается нету незамерзайки но поскольку сверху там с неба что-то сыпется я доехала нормально и около дома в автомагазине купила себе незамерзайку и в прошлые выходные у меня кстати выяснилось что у меня задний дворник на машине сломан то есть видимо он под тяжестью снега он просто вот так вот треснул ну естественно не работает и в том же магазине в котором я купила сегодня незамерзайку я зашла спросила как раз есть ли у них дворники и оказался дворник прям кайф в общем а еще последняя финалочка то что я ехала думаю блин где сейчас парковаться вообще есть ли места и вообще или придется сначала искать место как-то его сначала раскапывать потом туда парковаться но нет я нашла прекрасное место мое любимое место прямо перед подъездом припарковалась туда идеально в общем сейчас я буду жарить себе голубцы и есть их под какой-нибудь приятный кинчик перец да это тепло каких